Сохранили, но социальное расслоение достигло непомерных размеров. 10% самых богатых в Москве отличаются в 50 раз от 10% самых бедных. Зарплата учителя и врача на севере, где добывают нефть и газ, 5 раз выше, чем в моей родной Орловской области. Что касается реального производства, по цене этой конституции мы потеряли 3 четверти промышленности, 41 миллион гектаров заросли бурьяном, мы покупаем каждый второй продовольственный продукт для своего рынка, 8 из 10 таблеток, а в оставшиеся двух субстанций тоже иностранные. Мы, по сути дела, вынуждены платить дань. За прошлый год продано сырья, которая принадлежит всем гражданам страны, на 16 триллионов рублей. Из них только 6 попало в государственный бюджет. 10 триллионов – это примерно миллиард долларов. Миллиард долларов в день – это то, что мы платим своей иностранной олигархи. За два года окончили университеты и вузы, каждый второй платил 1 миллион 800 тысяч, сегодня на одно рабочее место по специальности 15-17 заявлений. Значит, те гарантии, которые формально продолжены Конституцией, не могут быть реализованы при такой социально-экономической полиции. По сути дела, сбылась нековая мечта мирового капитала – присосаться к нашим ресурсам, открыть наши рынки и выдавливать нас из сердца в сердце жизнедеятельности. Каждый из нас это ощущает сегодня реально. Я давно ждал того выступления, с которым выступил Путин на Валтае. Он впервые заговорил о национальной идее, национальной идентичности. Хотя хочу заявить, что при мне Ельцин поручал Бурбулю, Сугайдару и Жесними выстрадать и выработать национальную идею. Я тогда выступая сказал, что национальные идеи не рождаются в головах, они формируются народом и нацией на протяжении тысячелетия, рождались в боях, муках, походах, в наших великих победах. Мы народ победы, мы и выжили благодаря своим победам от того, как в Чудском озере потопили крестоносцев, которые разграбили Константинополь и Палестину, до Орловско-Курской битвы, которые мы справили в этом году 70-летие, я родом оттуда. Мне понравилось, что он ставит вопрос о нормальном диалоге, и этот нормальный диалог быть прежде всего должен в парламенте и с обществом. А у нас общество оказалось отчуждено от принятия важнейших законов, таких как образование или наука. Мы были очевидцами недавно того, как за 48 часов продали закон первого и второго чтения о разрушении исторической академии наук, а затем возвращение во второе чтение за 48 часов снова приняли, не считаясь ни с мнением Нобелевских лауреатов, ни всех институтов, которые входят в Академию наук. Я считаю, что мы должны прислушаться к выступлению президента. Если взять 80-ю статью, там столько полномочий накручено президента, которых нет ни в одной Конституции. Гарант всего – суверенитет, территориальные целостности и прав человека определяет внешнюю и внутреннюю политику. Я вам могу продемонстрировать документ, который вам никто не покажет. Вот последний вариант Конституции, правленный лично рукой Ельцина, даже дата указанное время, когда он закончил, где он себе еще написал столько полномочий, в которых нет ни у римского императора, русского царя и американского президента вместе взятых. И все, что связано с контролем, полностью уйдет. И списывали с четырех Конституций, но хотя бы взяли то, что сбалансировало власти и позволило элементарно контролировать, когда ситуация заходит в тупик. Ничего похожего эта Конституция не представляет. Мы за 20 лет несли три поправки. Два года прибавили в сроку президента, год в сроку Думы и согласились с тем, что правительство должно приходить в Думу и хотя бы отчитываться в течение года. Но проконтролировать ничего невозможно. В той же Америке, если комитет приглашает на заседание, они вас всегда притащат с судебными приставами. Кто бы вы ни был в американской области, и вы туда придете. А у нас попробуйте. Ничего не выйдет, пока отмашку не дадут. Поэтому возьмите 13-ю статью Конституции. Там написано полный чушь. Никакая идеология не может быть государственной. Тогда рождается МОН, для которого главная ценность нажива. И взяли все худшее из того света, и все худшее из российской расхлябанности предыдущей. И сегодня удивляемся, почему так происходит. Хотя государство российское всегда стояло на четырех опорах. На сильной власти вертикальной, на чувстве коллективизма, на социальной справедливости и высокой духовности. Вынимайте любую из этих четырех опор, и ваше здание начнет разваливаться, крениться и рассыпаться. Мы обязаны хотя бы прислушаться к президенту Навалда, и я бы на его месте с такой речью выступал перед Сидеральным собранием, ведущими государственными политическими деятелями, а не только перед иностранными журналистами и либералами. Возьмите закон образования, статья 43, зачитывая нынешних Конституций, гарантирует обществу бесплатное, дошкольное, среднеспециальное образование государственных учреждений. Для того, чтобы уйти от этого, поправили одно слово. Уже не организации, не учреждения организации, и обложили данью почти все школы. Вот так обходится главный закон и решение. Когда Фурсенко принес нам Думу, а затем Ливанов пытался протащить четыре обязательных предмета для нашей школы, русской и советской школы, была принята в мире лучшей школой. Первый предмет физкультура, второй АПЖ, третий России в современном мире, четвертый по выбору. Ну, просто надругательство, над элементарным здравым смыслом. И тем не менее, попытка была абсолютно жесткая, еле-еле отбили. Надо поблагодарить Васильева здесь, они тогда почувствовали эту опасность, создали комиссию, хоть как-то оттащили. С Академии до конца, к сожалению, это не вышло. Вообще, я говоря, плохо, когда от судьбы одного человека зависит опять все состояние общества. Ведь мы уходили трижды от этого и, к сожалению, пока не ушли. Надо все сделать для того, чтобы гарантии были реальной гарантией. Но это невозможно сделать, если народ отчужден от реальной власти. Там третья статья записана, что он суверен и гарант власти. Ну, какой гарант власти народ в Кемерово и в Ростовской области, где в Кемерово переплюнули на последних выборах результаты Чечни. 88% по 2-3% кинули с барского плеча всем остальным. И не можем в парламенте создать комиссию, проверить и исправить это невинное жуличие. Какой гарант в Ростове огромная область, где губернатор с своими подельниками, по сути дела, поворовал в целых районах все голоса, почти по 100% всыпал в НУР. Ну, есть все документы. Суд не хочет в это вмешиваться. Думаю, и Совет Федерации тоже. Тогда не надо говорить, что есть гарантии. Кстати, судебная власть у нас оказалась единственная, без полностью ушедшая от общественного контроля. Никакого нет контроля. Вот сейчас выступали прекрасно, давайте ведем, но ничего не сказали про тех, кто имеет большие деньги. Иди покупай. И так происходит. Я в этих судах просидел три года. И я насмотрелся на них вот по самые горло. Поэтому очень важно сбалансировать. И в этой связи ряд конкретных предложений. Завершаем. Сергей Евгеньевич, у нас научно-практическая конференция. Вы даже больше даете в Государственной Думе. Мы должны осмыслить 20-летие. Нам ладошек хлопать очень рано. На днях в нашем сайте будет два фильма про ту трагедию. Хочу, чтобы молодежь посмотрела, и мы больше никогда не повторяли подобные традиции. Никогда не повторяли. Там все приводят в Германию. Там подожгли листа, чтобы расправиться с оппозицией, когда не было ни одного человека. Стреляли по советам, когда тысячу человек было в этом здании. Предложение следующее. Устранить любой ценой перекос, который есть в этой Думе. Это конституция президентского самодержавия. Легко это делается. Предложения все есть. Пять раз вносили. Одно прошло в одном созыве, потом его забалонтировали. Конституционное собрание крайне необходимо. Нужен инструментарий, который позволит это сделать в случае осложнения обстановки. Обстановка продолжает в стране осложняться. Новая волна крица нас накрыла с головой и будет трясти и лихорадить дальше. Об администрации президента. Это тоже ЦК. Тоже все там решают, готовят, нам поставляют, на кнопки нажимают. Но в ЦК было политбюро. 22 человека плюс еще, плюс пленум. Хоть какой-то ситый контроль было. Здесь никакого. Надо принимать закон об администрации президента. Они должны вписываться в общезаконодательные функции. Тогда не будет и такого рода выборов. Они будут ломать политическую систему, которая сложилась, а сейчас опять превратили ее в винегрет. Правительство. Мы сформулировали здесь принципы ее отставки. У нас ничего не изменилось. 12 составов правительства. Либеральный курс, дальнейшая распродажа и урезание социальной гарантии. Все тяготы этого кризиса на плечи граждан. Из 12 составов правительства было правительство Примаково, Маслюково, Герещенко, которое пришло после дефолта, то не разговаривали эту вынужденную. И которые тащили страну от края пропасти. Но они проводили левоцентрическую политику. А у нас право-либеральная политика, хотя за них голосует 4-5%. Сейчас нашли Навального и намного. Ельцина тащат на трон, тот же Ельцин, только трезвый, еще молодой, собственно. И качается бюджетного федерализма. Можно что угодно говорить о власти на местах. Когда все деньги туда, оттуда, суда, оттуда одни полномочия. Но это полное безобразие. Давайте примем закон соответствующий, с которым местный руководитель будет иметь необходимость. Мы ресурсы. А сейчас государственную власть от местного самоуправления отделили китайской ценой. На них все полномочия, они там бедные, мучаются пустым карманом. Я считаю, что мы можем все это вместе поправить. Но для этого требуется капитальная работа всех институтов и структур. Мы для этого готовы. Спасибо.